Конструктор создания и настройки дашбордов В платформе Triafly имеется конструктор дашбордов, с помощью которого можно создавать, настраивать и редактировать дашборды. Дашборд представляет собой экранную форму, предназначенную для наглядной визуализации и представления данных в платформе. Дашборд можно различным образом настраивать, а также на нем может быть отображено неограниченное количество графиков и отчетов. Чтобы начать работать с конструктором дашбордов, необходимо выбрать меню «Дашборды». Нажав на «Плюс», мы можем создать новый дашборд. Начнем с интерфейса выбора готового дашборда. Для быстрого доступа к вновь созданным дашбордам можно переключиться на вкладку «Новые». Для быстрого доступа к часто используемым дашбордам можно переключиться на вкладку «Популярные». Также можно переключиться на открываемую по умолчанию вкладку «Все дашборды». Дашборды можно отображать в иерархическом виде по группам, а можно в виде плоского списка. Есть кнопки разворачивания и сворачивания всех групп, а есть кнопки разворачивания и сворачивания только одного уровня групп. Для быстрого поиска нужного дашборда можно воспользоваться строкой поисков, в которой начать вводить символы, присутствующие в названии искомого дашборда, например, дашбордов. Таким образом, найдя и выбрав необходимый дашборд, нажмем на его название. Откроется панель инструментов, с помощью которой можно производить различные действия по настройке дашборда. Познакомимся ближе с интерфейсом конструктора дашбордов. Нажав на кнопку «Загрузить дашборд», мы попадем в дерево имеющихся дашбордов и, выбрав любой из них, можем его отобразить. Кнопка «Звездочка» предназначена для добавления дашборда в избранное. Кнопка «Обновление дашборда» позволяет обновить показатели, а также настроить автообновление. Это время частоты обновления информации на графиках. Следующая кнопка позволяет перейти в полноэкранный режим. Представленный перед вами дашборд предназначен для регионального руководителя розничной и оптовой торговой сети. Все графики на данном дашборде, кроме места в рейтинге магазинов, отфильтрованы по конкретному магазину в заданный период. Первый график «Ареал магазина» позволяет увидеть местоположение магазина на карте, а также оценить инфраструктуру прилегающей территории. График «Факт-модель» «Товарооборота по магазину» демонстрирует отношение фактических и плановых значений показателей. Диаграммы и графики являются интерактивными. При наведении на элементы графика можно видеть его значения. Место в рейтинге магазинов ранжируют магазины согласно их положению в рейтинге. Нажав на подчеркнутую цифру отчета, можно раскрыть логику вычислений конкретного значения, а также отследить путь вычислений до исходных значений. Нажав на график, попадем в дашборд с показателями данного магазина. Следующий график показывает отношение трафика к чекам в разбивке по неделям за последние 6 недель. График «Ассортимент товара SKU» отображает наполненность ассортимента в магазине. При переходе в красную зону показателя SKU, программа запускает процедуру корректировки товарной матрицы и информирует всех заинтересованных. Мы можем нажать на диаграмму и рассмотреть ее компоненты более детально. Кольцевые графики «Факт-план по ключевым показателям» показывают факт выполнения плана по ключевым показателям продаж. Нажав на диаграмму, мы перейдем на дашборд с детализацией продаж по всем показателям. Для перехода в режим редактирования дашборда необходимо нажать кнопку «Редактирование». В режиме редактирования на экране отображается сетка, посредством которой можно регулировать размеры блоков, отображаемых в дашборде. В верхней левой части экрана имеются следующие кнопки. Кнопка «Новый» — с помощью нее можно создать новый дашборд. Кнопка «Загрузить дашборд» позволяет загрузить другой, уже имеющийся в системе дашборд. Кнопка «Изменить группу» позволяет изменить директорию расположения дашборда. Возможно расположить один дашборд в нескольких дирекциях. Кнопка «Сохранить» сохраняет текущий дашборд. Также текущий дашборд можно сохранить как новый. В окошке с карандашом можно изменить название текущего дашборда. В отличие от режима просмотра, в режиме редактирования доступны еще две кнопки. Кнопка «Корзина» позволяет удалить текущий дашборд и кнопка «Параметры дашбордов», которая позволяет отредактировать размер сетки, настроить цвета графиков, а также сделать многостраничный дашборд с возможностью скроллинга. Нажав на кнопку «Просмотр» можно перейти в режим просмотра дашбордов. На экране дашборда можно добавлять любое количество блоков с отчетами и графиками, главное, чтобы в результате получилось информативное, не перегруженное излишними деталями, отображение. Отображаемые блоки можно выровнять по сетке дашборда, а также доступны кнопки «Настройка блока», «Переход к отчету», «Настройка подсказки» и «Удаление блока». Названия данных кнопок говорят сами за себя. С помощью кнопки «Настройка блока» можно выбрать отчет, реестр, форму или график, отображаемый в данном блоке. Также в данном разделе возможно создать кнопку выбора параметра для фильтрации данных на дашборде и кнопку перехода на другой дашборд. Рассмотрим опцию HTML на правом верхнем блоке, который доступен только в режиме редактирования. Нажав на иконку HTML, можно интегрировать внешние библиотеки визуализации на дашборд. HTML-блок дает возможность создавать уникальную стилистику дашборда. Кнопка «Настройка подсказки» дает возможность настроить окно вызова подсказки для пользователей к конкретному блоку на дашборде. Для удаления всего блока необходимо нажать на кнопку «Удаление блока». Попробуем создать подобный дашборд самостоятельно. В меню рядом с пунктом «Дашборды» нажмем на «Плюс». Перед созданием нового дашборда система проверяет изменения на текущем дашборде и предупреждает о том, что при переходе на следующую страницу изменения не сохранятся. Пользователю предлагается два варианта – продолжить без сохранения, либо вернуться к редактированию текущего дашборда и сохранить изменения. Мы не будем сохранять изменения. Введем название «Ассортимент» и «Продажи». Далее на пустом дашборде создадим кнопку выбора параметра, просто наведя мышкой на поле и растянув окно до необходимого размера. Нажав на шестеренку в созданном блоке, поменяем название на «Магазин» и перейдем непосредственно к настройкам для создания кнопки выбора параметра. В верхней части выбираем опцию «Выбрать параметр». Далее через поисковую систему ищем нужный нам параметр «Магазин». Нажимаем на найденный параметр, раскрываем меню «Все регионы» и меню «Московские регионы». Находим интересующий нас «Магазин 1» и нажимаем на него. Далее в настройках справа нажимаем галку «Множественный выбор» и всегда показывать виджет выбора. Нажимаем кнопку «Ок». Создадим кнопку выбора параметра «Период». Создаем новый блок, нажимаем на шестеренку и сразу вписываем название фильтра «Месяц». В верхней части выбираем опцию «Выбрать параметр». Далее через инструмент поиска находим нужный нам параметр «Период» и выбираем его. Зададим нужный нам год и тип «Месяц» и выбираем «Март». Это значение фильтра будет по умолчанию при открытии дашборда. Далее в настройках справа снимаем галку «Множественный выбор», чтобы нельзя было выбрать несколько месяцев и всегда показывать виджет выбора. И нажимаем кнопку «Ок» для того, чтобы вместо виджета отображался фильтр в виде кнопки. Добавим график типа карта на наш дашборд, который будет отображать сводную информацию по ассортименту в магазине. Для этого также создаем новый блок нужного нам размера, переходим в настройки и меняем название на ассортимент. Выбираем опцию «Выбрать график» и через поиск по графикам находим интересующий нас график по фразе для сводного. Создадим отчет «Место в рейтинге магазинов» на нашем дашборде. Создаем новый блок нужного размера и переходим к настройкам. Первым делом задаем заголовок блоку «Место в рейтинге магазинов» и находим необходимый нам отчет через поисковую выдачу по словосочетанию «Рейтинг магазинов». Добавим на дашборд график «Баллы для рейтинга по направлениям продаж». Создаем новый блок нужного размера и переходим к настройкам. Первым делом задаем заголовок блоку «Баллы для рейтинга по направлениям продаж». В верхней части выбираем опцию «Выбрать график» и через поиск находим необходимый нам график по словосочетанию «Баллы в рейтинге». Также нам требуется изменить на графике «Баллы для рейтинга по направлениям продаж» цвет для значения «Баллы страхования». Для этого мы открываем настройки дашборда и в окне ввода редактора цветов для графиков указываем ключ показателя, который хотим перекрасить – «Баллы страхования». Далее, нажав на белый квадрат возле написанного ключа, мы откроем виджет выбора цвета и выберем нужный нам цвет – «Синий», после чего нажимаем «Применить». После обновления графиков мы видим, что цвет нашего элемента изменился. Корректируем размер и расположение созданных блоков при необходимости, нажимаем в левом верхнем углу кнопку «Сохранить». Выбираем, куда именно сохраняем наш дашборд, например, в учебный центр, и переходим в режим просмотра. Дашборд готов. Мы с вами изучили интерфейс и основной функционал конструктора дашборда на платформе Triafly. Не бойтесь экспериментировать и до новых встреч!